Теперь давайте поговорим о том, как перезвонить ВКонтакту, если мы пропустили вызов от него. Для этого служит вкладка «Недавнее». В четвертой части подкаста 2.2 мы с ней ознакомимся. Открываем приложение «Телефон» и переходим на вкладку «Недавнее». Перемещаемся к панели вкладок в нижнюю часть экрана и смахиваем вправо до второй вкладки, она же вкладка «Недавнее». И активируем ее двойным касанием одним пальцем. Недавнее вкладка 2 из 5. Нашел и активирую. Теперь я перемещусь в начало экрана. Изучим с вами новый жест. Это можно сделать нажатием четырьмя пальцами вверху экрана. Этот жест позволяет нам 100% убедиться в том, что мы переместимся в начале экрана. Конечно, можно касанием переместиться, но касанием мы можем и не попасть на первую кнопку. Поэтому нажимаю четырьмя пальцами вверху экрана. И попадаю на вкладку «Все». Данный жест «Касание четырьмя пальцами» работает также и на перемещение в конец экрана. Только использовать его нужно внизу экрана. Давайте попробуем. Данный жест работает во всех приложениях. Я рекомендую вам научиться ему и использовать. Но мы переходим к обзору вкладки «Недавнее». Он будет очень небольшой, и мы еще с вами несколько жестов сегодня выучим. Перемещаемся к началу вкладки касанием четырьмя пальцами вверху экрана. Выбрана «Все» кнопка «Один из два». Мы перепрыгнули на первую кнопку, и эта кнопка «Все». Первые две кнопки – это переключатель. Все вызовы либо пропущенные. Мы смахиваем вправо одним пальцем для того, чтобы переместиться к кнопке «Пропущенные». И далее продолжаем исследовать экран с помощью смахивания вправо одним пальцем. «Править» кнопка «Править» позволяет нам удалить вызовы. Либо вообще кнопка «Править» в других приложениях позволяет переместить объекты. Это бывает нужно. Перемещаемся дальше. «Недавнее» заголовок. У нас есть заголовок «Окна». Это «Недавнее». Мама, входящий, пропущенный, два вызова, сотовый, 13 сентября 2021 года, в 16.34. Кнопка «Доступны действия». Мы услышали много чего интересного. Во-первых, мы услышали, кому мы звонили или кто нам звонил. Далее мы услышали тип вызова, это входящий, пропущенный, значит, что мы пропустили звонок. Далее мы услышали, сколько было вызовов, два. Потом мы услышали дату и время вызова, и слово «кнопка». То есть, когда мы перемещаемся контактом, мы слышим либо имя контакта, как он у вас назван, либо номер, допустим, плюс семь, восемьсот двенадцать и так далее. И далее мы после номера слышим тип звонка, входящий или исходящий. Какой это звонок? Если это пропущенный звонок, мы слышим пропущенный. Если отмененный, то отменен. Если просто был вызов, и вы поговорили с человеком, то такой информации не будет. Мы также слышим количество вызовов, там, два вызова, три и так далее. Дату и время совершения. И слово «кнопка». Слово «кнопка» подразумевает то, что мы можем нажать на нее. Что будет, если мы нажмем на эту кнопку? Мы перезвоним контакту, на котором мы сейчас находимся. Если я сейчас нажму дважды, то я перезвоню контакту «мама». Давайте нажмем дважды. Телефонный вызов. Мама. Вызов пошел, но мы ждать его не будем, а нажмем дважды двумя пальцами для завершения вызова. Напоминаю, что двойное касание двумя пальцами мы с вами изучили в третьей части подкаста 2.2, который вы сейчас слушаете. Поэтому, если вы вдруг пропустили или не до конца усвоили, как работает этот жест, переслушайте третью часть. На этом обзор вкладки «недавние» можно было бы завершить, потому что здесь все очень просто. Мы просто смахиваем вправо, находим нужный нам контакт, и для того, чтобы перезвонить из журнала звонков, мы просто дважды на нем нажимаем. Но вместо того, чтобы закончить четвертую часть подкаста 2.2, изучим еще один очень важный жест, который очень сильно понадобится нам при работе с программой экранного доступа VoiceOver. В подкасте 2.1 мы познакомились с вами с жестом «смахивание вправо-влево». Напомню, что этот жест служит для последовательной навигации по экрану. Сейчас мы изучим смахивание вверх и вниз. Они тоже очень важны, так же, как и смахивание вправо и влево. Они служат для изменения значения выбранного параметра в кольце настроек ротора VoiceOver. Звучить сложно, но о том, что такое ротор VoiceOver, мы познакомимся в подкасте 2.3, когда будем говорить о приложении сообщения. Ротор позволяет нам перемещаться по символам, по словам, изменять темп речи, громкость, включать и выключать подсказки. Но сегодня мы познакомимся только с одной его функцией. Это пункт «Действие», который позволяет совершать действие на выбранном объекте. Это то, что мы слышим, когда VoiceOver говорит «Доступные действия». Вы очень часто слышали эту фразу «Доступные действия». Что она значит? На объекте может быть выполнено не только изначальное его действие. Допустим, если мы находимся в приложении «Телефон» и мы находимся на вкладке «Недавние», это «Перезвон контакту», но и дополнительные действия. Какие? Для того, чтобы это узнать, необходимо на объекте, где мы после его наименования слышим фразу «Доступные действия», смахнуть одним пальцем вниз или вверх. Мы можем увидеть несколько действий, а также пункт «Активировать по умолчанию». Пункт «Активировать по умолчанию» означает, что мы вернемся к действию «По умолчанию». Если мы говорим о вкладке «Недавние», это «Перезвон». Звучит запутанно, правда? Давайте мы со всем разберемся. С помощью касания четырьмя пальцами в верхней части экрана я перемещаюсь в начало. Выбрано. Все. Кнопка. Один из два. Как оказалось, я на нем уже находился, потому что мы услышали бункающий звук. Пропущ. Кнопка. Два из два. Править. Кнопка. Недавнее. Заголовок. Это я смахиваю вправо одним пальцем. Мама. Исходящий. Отменен. Один вызов. Сотовый. 13 сентября 2021 года. В 17.45. Кнопка. Кнопка. Доступные действия. Вот мы услышали всю ту же информацию и мы услышали доступные действия. Мы слышали это и раньше, но сейчас мы обратим внимание на это. Доступные действия – это значит, что мы можем смахнуть вниз или вверх одним пальцем и что-то еще выбрать. Давайте посмотрим, что. Я смахиваю одним пальцем вниз. Удалить. Удалить. Подробнее. Подробнее. Активировать по умолчанию. Активировать по умолчанию. Пункт «Активировать по умолчанию» означает, что если мы дважды сейчас нажмем, мы контакту перезвоним. Если мы смахнем вниз, мы услышим «удалить». Удалить. И для того, чтобы активировать данный пункт, надо нажать дважды одним пальцем, так же, как мы активируем кнопки, приложение и все остальное. Мама. Что произошло? Вызов удалился из журнала звонков. Все очень просто. Данный жест используется во многих приложениях. Действия могут быть назначены разработчиком. Они могут быть абсолютно разные. И предсказать, какое действие будет, невозможно. Это может быть, допустим, перетягивание объектов на рабочем столе, о чем мы обязательно поговорим с вами очень скоро. Это может быть удаление сообщений в приложении сообщения. Все зависит от разработчика. Мы услышали также такое название, как «подробнее». Что такое «подробнее»? Давайте посмотрим. Вместо того, чтобы смахивать вниз, мы будем смахивать сейчас вверх, в обратном направлении. Подробнее. Подробнее. Нажимаем дважды, одним пальцем. Мама. Смахните вверх или вниз. Открылась карточка контакта. Контакт на случай ЧП. Мама. Править. Недавняя. Кнопка, указывающая назад. Давайте переместимся назад. Недавно. Выбрана. Все. Кнопка. Один из два. Итак, мы изучили с вами очень важную вещь. Это смахивание вверх-вниз. Сейчас мы знаем только один их аспект. Они позволяют нам перемещаться между действиями, которые есть на объекте. Как узнать, что на объекте есть действия? После объекта мы слышим доступные действия. Если мы слышим это, то мы можем спокойно смахивать вверх или вниз одним пальцем, смотреть, что за действия, и активировать их с помощью двойного касания по экрану одним пальцем. На этом четвертая часть подкаста 2.2 завершена. Потренируйтесь делать следующее. Попробуйте перезвонить последнему контакту. Допустим, если вы упражняетесь на том, чтобы звонить вашим родственникам, допустим, попробуйте перезвонить им. А также попробуйте удалить вызов из журнала звонков. Для этого мы становимся на вызов, слышим фразу «Доступны действия». Это значит, что мы можем смахивать вверх или вниз. То есть мы можем в одном, можем в другом направлении. Смахиваем вниз до пункта «Удалить» и дважды нажимаем, и вызов удаляется. В пятой части подкаста мы поговорим с вами о том, как создавать контакт. А в остальных частях, в шестой и седьмой, мы поговорим о карточке контакта и о вкладке «Избранные». Желаю успеха!